Привет! У меня оплата наличные. У всех оплата наличные. Так. Окей. Я не плачу в прямом эфире. Пока в прямом эфире. Я нажимаю ордер. Я нажимаю, об этом не заказывай. А я нажимаю континуа. Вот у меня есть сумма, спрашиваю. Точно. Континуа. Эрифика команда. Есть. У меня прочь. Заказ обрабатывается. Обработан. А у меня написано, ой, к сожалению, этот заказ невозможно разместить, поскольку заведение или продукты достаточно недоступны. Это Глоба. Это Глоба? Это Глоба. А я попробую еще раз. Как недоступны? Ну вот смотри, оплата наличные. Все правильно. Улица. Нет. Под меткой мне, блядь. Адрес забей. Я забил адрес. Вот у нас роды. Аквартира. 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 Так а зачем? Апартаменты, блядь. Вот. Все, есть. Оплата наличных. Давай еще раз. Хуяк. Добрый вечер. Он в Дональдс не работает. А у меня еще про часа. Ну про часа, окей. Смотри. Давай. А ну давай. Нет. Выйди еще раз забей все. Да. Заказ норм. Заказ норм. Заказ норм. Это кода. Это кода. Это кода. Это кода. Это кода. А все. У меня уже идет кригатире. У меня тоже идет кригатире. У меня есть обычная сумма. Аааа. А как то? А как то? Нет. Может отменим нахуй? Глова псссси. А как так? Кто-то заказывал через Глова Макдоналдс? Причем Глова там в меню отдельно есть прямо Макдоналдс. Кстати напишите мне про нас такая Глова новая локация. Да. И. Большая студия. Так. Скоро. Так вот. Подожди. Кока-кола. Ужасно. Это потому что андроид? А нет. Это в интернет. Ой я на себя смотрю. Глова вылетает. Пишут. Пишут. Глова вылетает. Я бы ковырялась. В прямом эфире. А ты вообще как... Такой заказ. Да не. Я думаю что можно просто отменять. Потому что не удастся. Нет. Давай посмотрим эти хотя бы два заказа. Так эти да. Вот. Вот. Вот что мне пишут. Вот что мне пишут. Почитайте себе. Ну можно через полюбовину. Так что Глова как бы... Вложению чуть-чуть. Ну так не интересно. Ну как не интересно. А что мы должны делать. Давай. Ты папка. Ты тут главный. Что нам делать. Короче. Вообще что мы хотели сделать. Мы хотели сделать тест. Как довезут айфуд. Глова. И соответственно люди из страуса. Кто быстрее из них приедет из макдональдс. Мы трое заказали одно и то же. Один биг мак. Картошечку. Между прочим. Сегодня у нас не получится уже даже проверить эту фигню. Какую? А с картошкой? Ну с картошкой фри. Потому что сейчас гуляет миф о том, что картошки фри в маленькой, средней и большой порции одинаково получат. Вот это. Нас наебывают. Да. Типа нас все обманывают. А ты какую картошечку заказал? Я заказал среднюю. Ты заказал маленькую. Ну хотя бы мы узнаем среди средней и маленькой. Не, ну средней и маленькой это понятно. Просто я всегда заказываю картошку без средней. Ну я могу позвонить в удовольствие. Ну давай. Давай. Спасибо. А у них есть доставка? Да. Ну-ка давай. Давай. Смотри. Давай. Мы если что как бы 5 минут добавим или вычтем. Вот. И кто быстрее привезет вот такую вот штуку? Ну. Как ты думаешь кто? Я не знаю кто. Но ты же часто заказываешь в разных доставках. Нет. Вот сегодня первый раз. На кого ты ставишь ставку? Ни на кого не ставишь ставку. Вот я ставлю ставки наверно на тех и заказал. То есть я ставлю на страус. Потому что я ими пользовался. Глоба пользовался. Айфуд я не пользовался. Не знаю. Я вообще не заказывала ничего. Ну понятно ты ничего не заказываешь. Если я все время заказываю. Спасибо. А что такое яблок? Я не понимаю. А что ты сидишь у меня в телефоне? Тут такой пожарный папа. Ну бери не кури в кадре. Что? Ну позвони в ботанику. На ботанику. Да. Мы находимся сейчас на глину. У многих есть доставка? Должна быть. А зачем им тогда работать с Глоба, со СССР? Ну то же самое как у нас индустрирует. У многих есть тоже своя доставка. Молодцы. Мы всегда молодцы. Молодцы. Тихо! Можно говорить. Откреси. Есть вопросы? Да. Кто там у нас что-то пишет? Добрый вечер. Добрый вечер. Ну ребята. Ну что мы все-таки в кино. Добрый вечер. Алло. Молодцы. Добрый вечер. Добрый вечер. И Евгений тоже. Мы хотели бы заказать. Дело в том, что там Глоба выбивает. Мы хотели бы заказать у вас напрямую. Есть у вас доставка? Нет. А как можно заказать? Глоба, айфон или страус? Глоба? Не получается. Глоба выбивает. Айфон, айфон либо страус. Глоба. 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 Аша. Хорошо, я понял вас. Хорошего вам вечера хочу. Романова пишет о том, что страус всегда быстрее привозит. Ну сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. То есть страус заказали, а айфон заказали. Но страус побыстрее обработал твое. Надо сделать перепост. Сделай перепост. Чего ты сделаешь перепост? Кофира. Сэндрик, я сейчас и посмотрю. Нет, ты можешь подсоединиться разве что. А это я кому-то лично. Нет. Не вариант. Не вариант. Пишу с эфиром. А где это комментарии? Комментарии там писали, просто не нужно выходить из эфира и смотреть чаши истории. Хорошо, все, я смотрю. Я смотрю. Взлух можно из своего телефона? Нет, из своего нельзя смотреть. Отсылайте там комментарии, пожалуйста. Пока будет ехать, будем его комментировать. Вообще так, как вам новый формат. Пишите в комментариях, нравится или не нравится корона у Насти. Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете по поводу этого формата. Что вы думаете по поводу «Я не плачу», что вы думаете по поводу того, чтобы к нам приходили гости, гости, другие люди, рассказывали свое мнение. Что? Настя, хвастается. Давай здороваться со всеми. Давай здороваться. Кто там посиделся к нам? Пишите откуда, кто нас смотрит, где вы нас смотрите. Я не выхожу. Пишите, кто что кушает прямо сейчас. Русановский, он здорово. Ваня, у него были гостя. Кто это? Шефа в баттере у него суши. Оно? Вообще по-другому. Здорово. Каждому свой индивидуальный подход. Конечно. Видите, как я со мной включилась. Глоба вообще такая лажа. Я не знаю вообще. Ты попытался еще раз заказать? Я попытался еще раз заказать. Блин. Понедельник. Сколько сейчас? 20-27. Ботаника. Ботаника. Как слышно, мой канал? Как слышно? Вообще никак. Что ты сеешь, бля, все время вот это вот. Материться нельзя, да? Да ты уже матерился 50 раз. Ты уже их прием в кадре. Матерился уже все. Да будь. Да, не смотрите это видео, пожалуйста, с вашими маленькими людьми. Не, смотрите, я не буду материться больше. Угу. А я не буду забить его то, что Женя здесь полнотелил. А я не буду глядить вас за тебя. О! Ой, привет-привет. Смотрю вас. Я выплачу. Классный проект. Спасибо. Спасибо. Кто? Дальше будет еще хвостей. Какой именно проект? Я выплачу на песню, ведь? Слушай, я симпатичная такая. Так интересно смотреть на себя. Материться говори, пожалуйста. А, я леди. Ты леди, я думала. Леди. КАРАКУШАНЧИ. КАРАКУШАНЧИ. Я не умею читать. Я не хочу читать ей фамилии, потому что я сейчас кого-то начну обзывать, наверное. Не, ну если хотеть, чтобы мы вас обзывали, конечно, это не вопрос. Но это не стрим. Как раз это стрим? Ну типа. Это что стрим? Типа стрим. Это стрим. В инстаграме это лайв, а вообще это как бы стрим. Да, я спрашивал вас в сторис, где вам удобнее смотреть. Многие написали о том, что именно в инстаграме удобнее смотреть. Поэтому мы все делаем. А мне кажется, в фейсбуке было бы больше просмотров. В фейсбуке было бы больше просмотров. Но этот же стрим мы записываем и на камеру, и это все будет у нас проходить еще на ютубе. Да, вы, короче, друзьям отправляйтесь, пожалуйста, вот этот вот эфир. Пока к нам едет доставка, мы будем с вами беседовать. Пишите нам, пожалуйста. Может быть вы напишите нам, куда нам можно было бы съездить или что бы заказать домой, покушать, сказать свое мнение. Может что-то новое открылось, может что-то старое, по-новому как-то заиграло. Пожалуйста, пишите, мы обязательно это все дело протестируем. Да? Конечно. Подписывайтесь на инстаграм. На мой. Активничайте. На мой инстаграм. На мой инстаграм. Я потом вас сделаю знаменитыми. Там уже девять восемьсот. Твоих подписчиков. Там уже девять восемьсот. Не нужен твой, конечно. Уходят люди, понимаешь? Концерт закончился. Когда мы готовили этот лайк, мы думали, что пока мы будем ждать еду, мы будем говорить про еду. Я только что заметила, что у тебя борода доходит аж сюда. Да, у меня прям до глаз. А что от глаз? Я когда был молодой, учился еще в школе, в лицей, я сгревал вот отсюда, а здесь у меня вот так вот торчали волосики, с меня все смеялись. А потом его пойду. Потом додумался, что как бы волосы полностью с лица нужно вздревать, да? Да, да. Был дурак. Но вот теперь веду канал. Какие его аж прям на щеках борода. Да тут не от старика зависит. Это все после того, как он вакцину себе поставил. Ну что поставил? Давайте не про это. Мы про еду, а не про вакцины и вот про все эти вот. Кстати, по поводу еды. Вакцину принимают. Смотри, у меня есть друг, который вакцину ебанул. И есть мясо. А, да? Как бы он и до этого не кушал. Но после вакцины... Женя, тебя жена смотрит. Где? Ой, солнце мое присоединилось там. Топ-3 бургера в Кишиневе нас спрашивают. Давай, Женя, по твоему мнению. Топ-3 бургера в Кишиневе? Топ-3. Так, самое главное. Бургер с вианой свининой в заведении 3 Little Pigs. Ну, не ешьте. Турак, это самый крутой бургер. Нет, на самом деле сейчас я скажу. Да что такое? Что ты на паузу мне там сказал? Я не нажимал. Здесь какая-то лажа с соединением. Блин, бургер это сложно. Так, дальше. Чебургер или как? Да не тебя спроси. А я тоже. Ты потом не думала. Ты думаешь о... Ты даже Чебу-бургер или Чебо-бургер, но не в Саберайе, я его не пробовала, я пробовала в другом заведении. Там люди в последний раз сидели и вы эту пили в водочку Румынскую. Вот мы там и сидели. Вот у Бакауса, нет, у албанцев, Жора Албанса, у него так и называется заветение, у него так и называется заветение. Софра Мангал называется заветение. Вот там вот есть вот этот чебо-бургер, очень вкусный. О, жена, мальчиков говорит, вы висните, конечно, висните, нормально, нормально. Три бургера, ну хорошо, окей, три, третье, второе, первое место. Давай с третьего. Да, третье место, значит, Торо-бургер. Какой именно? Ну, не Торо-бургер, наверное, а сель Торо Старо Прайминг. Внутри там есть сорванная свинина, реально вкусный. А то, что в трех поросятах есть, да? Ну, получается, потом он появился, так. Ну, короче, да, реально в трех поросятах, ну, бургер есть тоже с сорванной свининой. Но второе место для меня, ну, честно, для меня второе место, это, наверное, бургер, который мы пробовали. Он, наверное, не совсем бургер. Понимаешь, когда у нас был обзор азиатика? Не-е-ет, ну, не-е-ет. Ну, что ты начинаешь? С уткой. Не-е-ет, там и утка была, ну, не пиздец. Это не бургер, во-первых, это не бургер. Это как, ну, это даже не мини-бургер, там булка была другая. Сейчас я посмотрел. Эм, не первое место он стейкми из ангуса. Бургер. А, ну, это, наверное, да, я, конечно, не пробовала, но мне кажется, это будет лучше. Беламуттоуууууууууу. Какой бус? Я не знаю. Человек. Ты че? Я сидрум-то лет. пожалуйста пишите 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 мне интересно какого качества видео скажите пожалуйста какого качества видео у вас на телефоне что вы видите качественную картинку как нас слышно еще я хочу понимать очень интересно смотреть на нас смотрим телефон кстати кстати напишите пишите пожалуйста кстати может быть у вас какой-то рекорд по доставке у меня например вот кстати глобо по району один раз вообще привезли за 12 минут я еще раз попытался заказать через глобо с другого телефона с другого аккаунта но здесь ерунда и даже писал о том что оплата карты короче глобо у нас выбывает глобо самая херовая доставка по макдаллицу по ботанике в общем я один раз сейчас глобо заказал что-то из аптеки и из маркета он заказывает из аптеки и еду а 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 12 минут 12 минут 12 минут 12 я даже не успел посмотреть ЧБД ЧБД до половины окей пишите какой у вас рекорд и что вы заказывали может быть самая долгая доставка или самая быстрая доставка у меня самая долгая доставка была два с половиной часа но это была доставка не и не из молдовы из украины да нет она она была в молдове но еще тогда не было ни вот этих всех облигатов доставщиков не было Ну, на Рыжкановке заказывали суши, причем заведение тоже на Рыжкановке, 2,5 часа. А что за заведение? А я знаю, какое заведение. Суши, нет? А, я смело что-то могу сказать. Давай. Панда. Панда суши. Нет. Нет. Нет, не панда, еще варианты. Васаби. Васаби? А, эй, васаби. Да вообще, васаби. Это, конечно, не по-христиански. Мне ролл захотелось, конечно. Когда будет новый обзор с роллами? Тебе и ролл? Между прочим, если вы хотите, чтобы были обзоры на ролл, пишите в Инстаграме. Просто пишите, на что сделать обзор. У всех вас есть кнопочка Директ, пишите, на что сделать обзор. У меня, на самом деле, есть два претендента на обзоры на ролл. Даже три претендента. Потому что две это типа новые доставки, а одна это старая. Старая это Ями-Ями. Ям-Ям или Ями-Ями, я не помню. Это можно сказать, путать, по-моему, на что похоже. Нет, в России Ями-Ями, а у нас Ям-Ям. Перевели типа с российского. Да, потом новая доставка, короче, у них какие-то, я не помню даже названия, у них в черной коробке, открываешь, там нарисован какой-то самурай, сахура, короче, столько всего всякого написано, красота. Не суши? Нет, 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 нет. Они же Энгра не взяли сейчас. Нет, и еще одна есть тоже доставка, они сейчас пиарятся у наших блогерш очень-очень-очень мелко. Что такое? Ненавязчиво. А мы сейчас поставим ползал, когда будем вырезать, сейчас они будут черт. Сушка. Сушка. Пробовали? А сушка это где? Сушка. 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 Сашка. Сашка написал, попробуйте сушку. Может, это он и открыл. Может быть. Саша 97. Ну, блин, не знаю, где это, что это. Сушка, давай я прямо сейчас буду искать немножко. Интернет есть, позволяет. Друзья, отправляйте, пожалуйста, ну там своим друзьям этот эфир. И давайте вместе все смотреть, чтобы больше было вопросов, на которые мы можем ответить. Давайте проверим, сколько времени уже прошло. Это надо посмотреть на камеру, там приблизительно. Четыре. Четыре. Нет, а я посмотрю. А, сушка много и доставка сушкой есть тоже. Фудхаус, мы же забыли, что есть еще фудхаус доставка. Так себе, ты подготовился к эфиру, я тебе скажу. Ну, честно, я про фудхаус вообще забыл. Это вот тоже самое, как и айфуд. Их в городе увидеть, наверное, можно раз в неделю. Давай заказывай с фудхауса. Попробуй. Я? Давай заказывайся, давай, давай. Давай ты заказывай. О, мне моя жена написала панда бурбер. Типа, топ. Да, там, кстати, вкусный бурбер. Панда бурбер? Да, на чеканах открылась панда, панда. Панда суша, по-моему, или что это такое. И, типа, мы это заказали там, пришли туда и съели. Очень вкусный, кстати, я вспомнил. Да. Спасибо, зайка. Все, есть. Так. Наверное, это будет двоечка. А, с сушкой на Московском 2. Они недавно открылись. На Рыжкановке. Точно, да, на Рыжкановке. Тоже где-то у кого-то в сториз видел. Блин, ну, стандартные сеты. Ну, Филадельфия классическая стоит 86 лет. Ну, что это такое? Ну, как бы, 280 грамм. Это когда ролл Филадельфия, где рыба нарезана настолько тоненько, что... Ну, не будем, как бы... Не, ну, мы не обкакиваем. Не, на фотографиях, типа, слой рыбы большой. Слушай, ну, я на фотографиях тоже красивая в Инстаграме. Напишите бы раз на комментариях, красивая Настя или нет. И вы первый раз видите ее ноги? В смысле? Ну, обычно... А то, что вы ноги... Я сняюсь, у тебя только приделали, может, операция была, мы не знали. Отлично. Мне пристрелы с носками. А что, у них нет ничего с угрем? Где Канадовым? Где? Нету угря. А-ля Такуми, это пишет Саша. Такуми у нас уже есть на канале, проходите на Ютубе и там есть у нас на Такуми обзор. Так, с Сережей Степановым, между прочим. А-га! Эпиксакс Гай! Да, вроде. Да, подясните. А, нет, есть Канада 110, серьезно? Как называется этот? Айфуд? Фуд хаус. Фуд хаус. Я вообще не подоставка на самом деле. Ну, типа, еда, дом. Я поняла. Ну, ты же не знаешь, что она... Я не знаю. Вам пишут, у вас носки красивые. Ой, спасибо большое. Тема, спасибо. Вот, мне айфуд написал. Салут! Командата Афост Прелуата Ди Курьер. Левраря Айнчику. Значит, скоро приедешь, что ли? Это будто в носке будет. Знаешь, что это? Ну, я по-моему, в румынском читаю. Никай не скажу. Санеску ты наму. Вот это вот. Скоро все будет. Я могу по-русски на самом деле? Давай. Салут. Да, я скажу. Салут. Командата Афост Преет. Нет, нет. Командата Афост Преет. Да, хватит, Жень. Командата Афост Преет. А у меня курьер в ресторане, между прочим. Салут. Сидит, отдыхает. Заказал, пишет, курьер в ресторане, заказал, пофе там, девушка с ним. А вот между прочим, я у вас хотел спросить вот такую вот фишку. Когда вы заходите и у вас тоже кто нас смотрит, я вот в KFC периодически захожу к ним и беру KFC. И там получается, что… Да, курьер. Смотрите, я вбиваю в это в Apple Store футхаус и мне выводит страус. Ну правильно, потому что заплатили. А какой футхаус? Вот это? Это он? Это у него такой логотип? Через браузер захожу. Короче, заходите вы в KFC, заходишь в KFC и есть отдельная касса для курьеров и есть отдельная касса для клиентов, которые приходят непосредственно… Я даже сказал бы 2 кассы для клиентов и 1 касса для клиентов. Опять футхаус и выводят страус? Может это просто… Нет, вот они. Просто проплатили. Ты прикинь, страус пытается настолько защемить футхаус, что даже когда ты вводишь по поисковике футхаус, тебе выводится страус. Вот напишут, проверьте сумму, везли 3 часа. Ааа, 3 часа. Огрубила, блин, захейтила. У меня страус только что прислал, заказ получен, курьер выехал к вам. Будем смотреть, кто из них быстрее доедет. Ну а прикинь, я сейчас мы говорим, что будем траться. Это я привез? Нет, это я привез. А что ты забила в футхаус и у тебя что первое вышло? Страус. Так, давайте еще… У меня первое глобо вышло. А потом страус. А потому что там еще футхаус. Вот он вообще тут за… Короче, я к чему это сказал? То есть люди, сидящие дома, имеют какой-то приоритет перед теми людьми, которые приехали в Рест. Ну, они же обслуживают не приоритетно в Глововских. Люди там тоже обслуживаются. Ну, они обслуживаются, но здесь получается отдельно. Так не было бы очереди, да? Если бы еще 3-й окноте проводили? Если бы хотя бы 2 вот для людей, которые пришли в Рест. Там 2 работают для людей и одна для Глоба. Нет, одна и одна. Всего 2 кассы. Одна для… Не только для Глоба. Вот одна для доставщиков и одна получается для тех, кто в Рест. Я в ресторан приеду. Не знаю. И всегда, вот в последнее время, когда прихожу в PFC, всегда очередь. Прям всегда. Месяц назад очередь, 2 месяца назад очередь. Всегда очередь. Макдональдс. Иди в телефоне. Ну, здесь есть… Я просто… Я там писала Макдональдс, но мне не выводят. Точно так же, как я писала Макдональдс. А, они же не работают с Макдональдсом. Чего мы паримся? Он же сказал, даже в Макдональдс позвонил… Возможно, кто-то будет смотреть это видео и думать, какие же вы тупые, вам же только что сказали. Только… Слово… Женя, что? Этот проект… Артура… Что, что, что пишут люди? Если что, вообще… Значит так, люди пишут, ну вот, проверьте с умом издетли часа. Вот, нам присоединился Михаил. Маисея, привет. Вот. Чего еще? Все. Пока так. Ну, что-то как-то необычное. Мотивничайте. Ну, пожалуйста, если вы… Ну, у нас как бы шесть… Пишите, да. Передайте, пожалуйста, всем, что мы в прямом эфире. Мы будем отвечать на все вопросы. Если надо, что-то будем говорить, шутить, развлекаться. Ну, это получается… Нам втроем как бы скучно. Ну, типа… Всегда. Да нет, нам скучно. Я взеваю, видите, настолько скучно. Привет вам, написал нам Миша сразу. И еще сразу… Вот хороший человек. Поздравился с ним, а сразу поздравился в ответ. Просишь человека поставить лайк? Человек ставит лайк. А многих вот просишь подписаться на канал? Не подписывайся на канал. Вот я сейчас буду на всех гумозить. Потому что шестьдесят процентов людей, смотрящих канал, не подписан на канал. Шестьдесят. То есть, если сейчас посмотрели… Шестьдесят человек – это… Вот, грубо говоря, последнее видео посмотрели тысячу раз. Тысячу человек. Тысячу человек. Тысячу человек. Посмотрели. Четыреста из них подписаны, а шестьсот нет. Хоть кому-то мы настроение там поднимались. У тебя доски желтые. Зай сайт интернет. Ты знала, кстати, что желтый цвет? Ты очень интересно рассказываешь. Желтый цвет? Знаете, что желтый? На свете точно нет. Не этим троим, а этим троим. Это мы же, кто из мамы этот фильм. Артур. Да не, я с вами больше ничего делать не буду. Ну а нахрен. На съемках, блин, все. Сдруг на друга сидите и орете. Слушай, слушай. Я рассказываю сейчас про желтый цвет. Давай. Желтый цвет, на самом деле, это невозначе, да, солнце? Это цвет разнухи. Да нет. Желтого тюльпана. Желтый цвет это солнце. Солнце? Солнце, лучки тепла. Это фиток? Какая-то песня была. Лучки тепла. Твоё окно. Опять за семью. Короче. Желтый цвет, на самом деле, искажает пространство. Вот уже пишут. Что желтый-то? Так нет. Искажает пространство. Да? Желтый цвет. Как? В нём есть частицы солнца. Частицы солнца. Потому что тут красный. Нет. Красивый. Мне кажется, это та же история, что шоколад не делается из какого бутылка. Ты что, не знал? У нас сегодня была зелема. Рассказывай. Я расскажу. Сначала я расскажу. Нет. Я расскажу предысторию. Да предыстория, блядь. Предыстория. Мы сегодня поехали в одну патиссерию, там где продаются вкусные и не очень десерты. И там был шоколадный десерт. Да, да. И я сказал о том, что очень странно, что есть люди, которые любят шоколад, но не любят какао. На что Женя сказал о том, что, блядь, ты всё сломал. Я же говорю, это не так надо. Я тоже буду рассказать историю. Давай, Брит, расскажи. Хорошо, давай. Рассказывай историю. Рассказывай историю. Мой канал делаю, что хочу. Ничего хочу, а я не хочу. Всё, я ещё хочу. Ого! А-а-а-у-у-у-у-у-у-уу-у-у-у-у-у-у-у-ууу-у-у-у-у-у-у-у-у. Рассказывай историю, твою в Африке. Надам людям рассказывай, вы слышали. Хорошо расскажу. Что глот LIGOKO? В Африке. Что глот SQL? В В Африке люди, они колодают на них нет еды и воды, все. И какао, бобо. Так. Поэтому они не кушают шоколад. Да, да. Они нету еды, воды и всего для вас. Нееет, это ты говоришь, что ЧПД, блядь, не наводится. Хорошо, Жень, объясняй. Рассказывай, в Африке, если вы не знаете, в Африке есть, значит, Африка большая, очень есть. Есть какао-бобы, которые растут, ну, абсолютно, практически там, не южная объединка растет, но тут в Африке. По-моему, даже выращивают кто-то там, в общем, не важно. Какао-бобы. А есть деревья в Африке, территория, которая называется, ну, я не понял, там растут деревья, они цвета файги. И, ну, блестят. Когда солнце ухват, они блестят. Когда ты подходишь к ним близко, тяжело подойти близко, а африканцы не все могут подойти. Потому что очень сильное отражение. Когда отражают. И там, когда подходишь ближе, если приобрететься, раздвинуть вот эти все файги, там плитки маленькие. Дор, твикс, там разные деревья, и сорта разные. Когда ты, когда ты, а есть кустарники, ну, очень тяжелые кустарники, они обычно находятся, ну, в центре. Там есть фрукты. Там есть фрукты. Там есть фрукты. Рыслут фрукты. Выраженного яркого зеленого цвета. Салатный такой. Ты подходишь, ножом режешь, и вытекает нуга. Нуга, ты дурак. А вот тебе пишут, зайка, езжай домой. Яну, спасибо. Спасибо. Он ничего не принимал. Нет, на самом деле, мы абсолютно трезвые. Если вам кажется, что мы что-то употребляли, мы всегда говорим о том, что наркотики это плохо, алкоголь это плохо. Да, мы иногда выпиваем, но сейчас мы вот трезвые. Просто у Жени очень много историй. Женя просто много чего знает. Смотрите, какая большая голова. Ну, мы идем там просто так. Да мозгов много. Между прочим. Давай, Женя, сделаем тебе канал, ты будешь рассказывать историю от Жени. Слушайте, бля, прикольно. А давай, может быть, истории с кем-то расскажем. Так, истории с кем-то рассказывать. Баб, что ты постоянно хочешь с кем-то? Ну, нужна коммуникация. Нет, ему надо кому-то рассказывать, он сам умеет. Я же не могу. Да я сам умею. Учись, выходи из зоны комфорта. Рассказывай подписчикам. Тебе нужно быть профессионалом. Да, ну нет. Ну, как я могу рассказать? Как я могу рассказать? Что ты, бля, всё-то сказали, бля, люди раз. Куйлуша, бля, всё вот. Ходит, как медаль насит. С того дня. Настя носит, это насит. Диабать, какой я гений. Всего твоя ругала большая. Ой, пойду я от вас опять. О, мне пишут, что интересно он принял. Это я, в смысле? Да, в смысле ты, как Женя. Я принимаю ванну. Я принимаю ванну. Я принимаю ванну. Я принимаю государство, которое у нас есть. Я принимаю вакцины. Так и назовите канал «Истории с кем-то». Это будет как у этого. С Эдвардом Радзинским. Я знаю, в чём прикол этих историй. В чём? Кстати, есть такая, по-моему, у пацанов в Украине ДЗК. Ну, в ДЗК-канал, типа, там есть, по-моему, какие-то истории зашкварные типа. И люди садятся друг по против друга и рассказывают сразу историю. Вот. Типа стыдные, непостыдные, просто истории. Смешные истории, несмешные истории. Да, нет, это неинтересно. Такая фирма, да. Мне кажется, вот выдумка должна быть какая-то. Да. Чтоб человек не засмеялся или не улыбнулся вообще. А есть такая фигня о том, что… Я проиграла. Нет, нет, нет. Есть раз. Вот нет. Я не смогу. Типа такой штуки о том, что рассказываешь историю и понять, правда это или неправда. О, Андруша пишет шалопчики. Здорово, Православ. Здорово. Алло. Не здорово, а как правильно говоришь? Шилово, Православ. Андруша, который с тобой должен был эти девочки. А, Андруша. Родзинского вспомнил. Да, мы старые. Мне 37, Насте 18, а Жене 54. Ты сейчас антитела назвал? Возраст. Ну да, мне 54. А мне 18. 18. 18 раз. Ну да, а ещё… Ну, я просто пью. Я вся жизнь. Друзья, обратите внимание. Обратите внимание. Вот, организм не пьющего человека в условиях. Вот, организм пьющего человека в условиях. Я думаю, выбор очевиден, да? Да, а ей вообще шесть. Короче, про еду давайте что-то скажем, нет? Что про еду? Давай. Как часто ты кушаешь Макдональд, Жень? Не очень. Прям раз в день. Нет, на самом деле я Макдональд съем два раза в месяц. Я считаю, что нужно есть Макдональд. Я считаю, что вот говноеда, вот есть день говноеды. Или там два дня. То есть ты считаешь, что Макдональд это говноеда? Старалась только что пристала смску о том, что курьер приехал по моему адресу. Да? Да. Ой, а где не поняла мой айфун? И того, то есть, грубо говоря, на видео у меня 38 минут, грубо говоря, он приехал за 35 минут где-то так. В смысле? Он прямо заказ типа оформил и приехал? Да, за 35 минут страус. Ну, давайте так, сегодня понедельник вечер. Все едят дома. Ну, свою еду. Ну, как сказать? Такое, да? Или что-то не сидишь дома сейчас, не кушаешь. Не, ну имеется в виду, что много людей не ходят в заведения, или там, может быть, редко заказывают еду. Мне кажется, заказывают еду ближе там в 5, в субботу, воскресенье, прям потом. Ну, где-то в какую-нибудь, да, в субботу, воскресенье, скорее всего. Так, поэтому я и выбрал сегодняшний день. Так где идешь его встречать? Бедный мальчик стоит там на улице, мерзнет, холодно. Я знаю, что звонил еще. А, он должен позвонить? Не знаю. Может, телефон он еще не заработал. Мало ряда, что ты отсюда сможешь что-то увидеть. Ну, судьба такая, что он решил устроиться в доставку, чтобы заработать себе на хороший телефон. Вот, купить себе айфон. Ой, у меня один процент на телефоне, простите. Ну, я остался один. Давай, вывози все сам. Женя, расскажи историю. Расскажу историю. Что ты заказываешь в мать? Обычно? Угу. А я рассказывал, да? Да, расскажи то, что ты сегодня нам рассказал. Расскажу, расскажу, расскажу. Не, прости, пишу письма, присылаю. Я расскажу. Значит, очень вкусно попробуйте. Это просто и вкусно. Заказывайте два бургера, гамбургера. Два простых гамбургера. Берете, значит, раскрываете вот эту бумажку. Она вам не нужна, не ешьте ее. Это не вкусно, это не вкусно. Дядя, дядя, дай денег, дядя. И, значит, нижние булочки у него забирайте, убирайте их вообще вообще. Не ешьте, не ешьте их. Не ешьте их. Но я вам буду рассказывать про булочки. Вот. Вот эти булочки, которые нижние, вы их убираете. И складываете вот на верхнюю булочку вот эти две котлетки, и сверху на верхнюю булочку верхнюю. И вот так намного вкуснее кушать мандалец. Еще любую картошку в фре очень сильно вкусную. Самая вкусная картошка в фре мандалец. Прям с полужару. Мне кажется, любая картошка в фре, самая вкусная с полужару. Мы были со второго муха в Амстердаме. И вот там была самая вкусная картошка. Голландская. Она очень большая, такая огромная, длинная. И толстая. Сверху она была вкусненько поджарена. Такая вкусная картошка салоноватая. Вот. А внутри была... Там течет все. Просто течет. Быстро, быстро неси, показывай. Все. Смотри, смотри, ты что творишь. Ба-ба-ба. Кока-кола не доехала. Фанта моя не доехала. Фанта, фанта. Вот тебе и быстрая доставочка. Быстрая доставка. Вот так вот заклеено. Написано там или что-то еще. Давай, фотка и отправляемся. Намочил мне тут. Там и картошечка намочилась. Вдруг мой. И бургер намочились. И этот заказ нужно вернуть. Да, кстати. Но не будем этого делать. Не, на что подходит. Стульчик принести может такой. Давай, попытайся. Так. Так. Вот так вот все промокло. Прям вообще. Прям вообще. Вот так. Прям вообще, вообще. Он упал с этой, блин, фантой просто. Там от фанты ничего не осталось. Ну да, мы вылилась. Стопчик. Так. Давай посмотрим. Картошка сухая. 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 И бигмак. Нормас. Так. Давайте сразу взвесим нашу картошку. Ну, блин, ну вот поэтому я как бы и не кушаю Макдаус. Ну, как вот это вот шо, бургер. У меня ж люди пошли. Ух ты, угу, угу. Ух ты, угу, угу. Ух ты, угу. Ух ты, угу. Ух ты, угу. Ух ты, угу. Где соус? Что это за? Сушилка. Ладно. Ну, картошечка это, конечно, то. А я, получается, не буду сегодня его делать. Так, Жень. Прессы. Прессы. А что? А что? Прессионар. Что значит прессионар? И что значит левастар? Нажми, нажми. Пресси, пресси. Вот так. А левастар. И поднять, наверное. Нажать и поднять. Ябл... 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 Новая штучка. Так, а что? Для чего? Ну, чтобы пить, блин. Так, Женя. Сколько граммов? А, типа они штуки не страдают. Да не высыпай скоробкой в зверь. Нет, скоробкой не буду. Я чисто картошку хочу в зверь. Ой, надо поставить мой телефон. Может, там что-то происходит. Сколько грамм? 105. 105 грамм средней порции картошки. Будем так с пола и кушать. Нет, не будем. Дай, дай. На, товарищ. 105 грамм. Свежая картошка. Свежая картошка. Ты её выкинуть хочешь, что ли? Да. А если я с полу съем картошечку? Это не страшно? Ну, ты же с полу съем. А я на камеру прям ем. В прямом эфире. Женя, ты сви как мать. Мой пол, делаю что хочу. Не рассказывал тебе историю, как один мальчик съел с пол и что-то... Чего? Не рассказывал тебе? Нет. Расскажу тебе сейчас историю. Он превратился в пол. А ты, надо было соус хотя бы забыться. А у тебя что нет соуса никакого? У меня нету. Майонет может быть есть. Итак, страус справился приблизительно за 35 минут. Дай фантой попью. За 35 минут справился страус, но фантом, фантом. Разлил. На. Ай, фу. Конечно. Такое. За три стаканчика. Воу, 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 воу. А, так здесь видишь, вот этот вот, это из-за крышки, наверное, не потому что... Из-за нового введения. Да, нового введения, крышки какие-то слабенькие. И всё, про всё мне стало 155 лет. А, 145. А у меня тоже, по-моему, такая сумма была. 142. У тебя доставка 29. Ну, крышки, конечно, говно. Придумали они сейчас. В страусе доставка 37 лей. Вайфуд доставка? 29. 29. На 8 лень меньше. Но, они ещё едут, да? Да. Ну, такое. Я подумал, у них дешевле, они по машине. Да. Пробуй, Жень. Бигмак. Наше мнение с Артуром, что бигмак, это самый вкусный сэндвич, предложенный в Макдональдсе за всю историю. Нет, самый вкусный сэндвич, предложенный в Макдональдсе за всю историю, это чизбургер. У всех какая-то же история. Я же говорю, вот здесь вот. Мы всё, пытаемся. Бигмак. Бигмак. Жизнь, для чего я не знаю? Нет. Я учусь только на своих ошибках. Ладно, я долбаю мне. Жизнь. Я учусь только на своих ошибках. Нет, не бигмак. Бигтесте. Бигтесте, по-моему, горе менее вкусный. Но, смотрите, я на самом деле пробовала очень офигенный бургер. Я пробовала в Макдональдсе. Но это было не здесь, это было в Дубае. Там было с этим... Что я вижу, что не плали. Только не... Короче. Там. Кстати, скоро у меня выходит мастер-класс по Дубаю. Если кто хочет уехать, узнать, как уехать, что делать, уехать без денег, без румынского паспорта и найти работу, записывайте. Хоть-то, хоть-то. Я надеюсь, вы не про мастер-класс. В общем. Там я кушала, там был такой, типа, биг мат или биг тесте, но по виду. Но внутри были грибы и лук вот этот, который как карамелизированный. Какой? Карамелизированный лук. Очень-очень сочный. Короче, весь этот бургер был такой сочный, что там по рукам течет. Вот это единственный бургер, когда я только кушала и думала, ой, как вкусно, как классно. Нет, ну смотри, у них же стандарты, типа, мировые. Ага. Они, типа, своего не могут ставить ничего такого. Типа карамелизированного лука и всего остального. Кстати, в Модолисе не карамелизированный лук, там сырый лук. Ну да. По всем этим, по стандарту. Если это не так, пишите в комментариях. Ой, бля, как я научился уже коммуницировать с людьми. Все четыре человека, которые нас смотрят, респекты. Респект. Респект. А потом мы ждем... Айфуд? Айфуд песню, споет вам вот все. Какую песню? И снова. Седая ночь. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь. И все мои тайны. И вместе. Все. Без тебя нет. Это... Личите позву. Это самый веселый этот... Как его? Эфир ever. Ever. Я могу, в принципе, караоке устроить. Если кому-то скучно здесь. Но мы все еще ждем этот Айфуд. Айфуд. Который... Который... Который едет дольше, чем страус. Where is it? Where is my food? Айфуд. Мы сделали заказ 20.19. Сейчас 21.07. То есть, у вас осталось... А сколько они сказали? То есть, тут. Что? Айфуд. Нет. Приблизительное время. Здесь нету. Короче, по ходу страус. Президорова сегодня. Нет. Страус я бы не сказал, что он победил. Если он отдал такой пакет с разбитым... Так. В том-то и дело, что пакет этот... Непосредственно стаканчик виноват. Не курьер. Курьер привез нормально все. А именно вот стаканчик. Вот эта вот крышечка. Вот такой лужик. Да. Вот эта вот крышечка. Новая. Я... Угу. Вот из-за нее... Они же сейчас... Я видела, что они не используют типа пластик. Ну да, да, да. А вот эти же стаканчики, они все, говорю, все равно покрыты внутри пластика. Это заготовки. Это заготовки. Другая фигня. Вот про еду как раз. О том, что в магазинах запретили пакеты, которые нам из целлофана полетели. Да. Но, блядь, ты заходишь, идешь, например, в кулинарию. Здрасьте, здрасьте, можно мне, пожалуйста, вот этого салатика? Да, пожалуйста, вам в бокс пластиковый. Держите. Здрасьте, здрасьте, а можно мне вот эту вот плациндочку? Да, пожалуйста, вам в пакетик полиэтиленовый. Держите. Идешь в хлебный. Весь хлеб почти упакован в целлофановый пакет. Дай тебе комментарий на эту. А? Какую-то. Пишите ваши комментарии, как бы, это самое, мы за экологию, за то, как бы, хлебушек в пакете, это в пакете, это в боксах этих пластиковых. Ой, по-моему, альфут. Алло. Добрый. Да-да-да, вы уже здесь? Я же на спорте, почему я не ела. Хорошо, две минуты. Да, хорошо, мы вас встретим у ворот. Угу, до свидания. У ворот? А где ты его встретил? Он здесь, у этого. А, значит, его опустили. Вот. Новый у ворот. Он там? Он там жрет. Дай денег. Да-да-да. Все весь день, блин, сегодня. Короче, Женя, Женя не сделал заказ, а Женя раздает денег. Что пишет? А, я иду? Да. Это же твое шоу, ты иди. Сам придумал, ты иди. Короче, эксперимент. Кстати, если там, ты сказала, что? Я беру с этого. Бер? Да. Брян, как спрят? Да, я просто знала, что такая, это, у меня будет. Да, не знаю. Знала, конечно, я всегда все знаю. У Дубай не видел это шо? Да, увидела в Дубай. А сколько у тебя Самсунгов? Это Самсунг, то есть Ауми. А сколько у тебя Адроидов? Четыре. А зачем тебе четыре Адроида? Лучше бы купил один Айфон. Айфон немного еще захотел. Но он не понимает, что это. Ты понимаешь, что если ты даже совместишь все эти четыре Адроида, ты не сделаешь себе Айфон? Зато у меня есть камера самая. А, пикалку дай? В какую? Ворота открыть. А, ключи? А ты не впускай его, чужой был. Ну ты посмотри, если он... Возьми через забор и посмотри ему в глаза. Если он азиат, не давай ничего. Что это такое? А все, а теперь нам опять вдвоем. Ну все, выводите за туров. Василий. Сокровый фильм, все. Только... К нам очень много людей присоединяется, что почему-то всего пять сюда. Какая-то странная математика здесь в этом... Как это называется? Всегда. Телефон или... Ага. Что ты смотришь? Я смотрю как... Да не хочу, я смотрю. Я говорю вообще в целом забери ее. Ну поставь ее туда. А это мой дом. Куда мне его поставь? А это мой дом. А это бля... Вот без Артура, потом, на картошке. Картошка без Артура. Да. Настя, пусть скажи мне, пожалуйста, моя любимая еда в... Можно сказать. Теперь моя любимая еда этого, да. Макдональдси? А, Макфлурри мне нравится. Какой-то хит-карт карамельный с... Какое-то все. Какая-то мороженка с карамелью, очень вкусно. Мороженка без Артура. Какая-то картошечка при, наверное. Еще мне нравятся... Ну, наггетсы, наверное, окей. Ну, окей, наггетсы. И... Че еще там? Че еще там? А, филет офиш мне нравится. Вот рыбные... По рыбной теме мне не почитать. Вообще, классно делать бургеры с рыбой. Хочу бургеры с рыбой. Так, а есть ли как раз? Где? Ну... Есть, но, в принципе, в общем, в мире где-то есть, да? Нет, есть... Нет, я хочу нормальную вкусную рыбу. Фиш-бургер? Где? Че, ты думал, что ли? Да? Нет, по-другому есть фиш-бургер. Где? Где? Печи, ребят! Не, нет там, я смотрел. А-а-а... Не знаю, не знаю. Разлилась? Что разлилась? Здесь Бёрн. Прикинь! Эти тоже были, и Бёрн разлился. Он его специально открыл. Анонс. Ну, сколько время тогда заняло? Ну, у тебя же там есть время. Сейчас. Подождите. Так, ну, типа, в 20-19 было, и в 21-13. Почти час. Почти час. Я бы Макдональдс не ждала почти час. Я уже лучше выйду, прогуляюсь до этого Макдональдса. Что-то? У меня бумажка. Прикольно! darkness... Все-таки, да. Угу. Где ты? Ну, мне кажется, Артур, у него есть тиктока. Твои вот эти истории. Не, ну да, 20 грамм, это не пипец всему. Там 20 грамм и 20 лей разница, бля. Кристина, спасибо за весы. У Кристины есть не только весы, но я отличная нижняя билет. Ряна! Спасибо за сына! Мама! Спасибо за меня! Да, такую прекрасную. Вот Екатерина пишет о том, что не советует. Да дай попробовать. Есть нам с мака. Женщина, вы от чьих будете, бля, здесь пришли? От моих. Женя говорила о том, что мы не часто кушаем в маке, но холодная еще никакая. Да. Да, 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 да. Она так попробует. Мы никого не пропагандируем, есть в Макдональдсе. Только по снегу. Просто мы взяли Макдональдс, потому что он есть в трех доставках. Тебе не дал булгер и забрал мой бёрн. Макдональдс. А это вкуснее, как бы? Женя, блядь. Не плю я врат. Да. Знаешь, знаешь этот как его? Блэ! Рефлексы. Женя, ну а дай бёрн. Дай блядь, все заберуте блять. Ты какой-то друг блять во дворе. Зай, ну дай бёрн. Надай. Блэ, вы петеросовы. Приехала доставка, а мне нет. Настя, я не буду пить бёрн. Я попробовал вообще. Да очень давно не пил бёрн. И что? Да, мы кушаем с полом. Мы с маком тоже кушаем. Вообще, питайтесь правильно. Да мы говорим по тебе, да. Питайтесь правильно. Не, давай я так скажу всё. Объясни, подожди. Объясни, пожалуйста, людям сначала, почему ты заказал именно Макдональдс. Я скажу так. Питайтесь правильно. Пой лучше, блядь, помолчи. Короче, прямо сейчас, вот если вы присоединились к нам, короче, именно вот так вот проходят все съёмки. Все съёмки. Я потом сижу на монтаже, вот эти вот все моменты с хуйушами. С пиздомессами сконченными. Кто присоединился, скажи. Еще кто-то присоединился? Да, много там присоединился. Если кто-то присоединился, здорово заедал. Дядь, я хотела, чтобы ты описывал, почему ты заказал Макдональдс. Короче, в конце давайте подводите домик. Почему я заказал Макдональдс. Во-первых, эксперимент почти удался из-за того, что я хотел заказать в трех доставках. Это Glovo, это iFood и это Strauss. Во всех трех доставках есть доставка, то есть агрегатор есть доставка из Макдональдс. Да. Соответственно, мы хотели посмотреть, как быстро довезут люди к нам сюда. разгрызить, но на самом деле не дарит к Жене. Ну, то есть что? Получилось так, что Glovo приложение затупило. И... Гляд купил. Чего один человек? Катя, даже один человек для нас важен, потому что это наш первый эфир. Ну, вообще, как бы, хотим понять, стоит ли вот это делать Стоит ли вот это делать? Это вам стало столько. Или не стоит? Сразу вид на бабки баскетболист. Вот. Glovo затупил. Соответственно, вы были сразу. Первое место, можно сказать. Strauss, конечно же. Strauss за 35 минут приблизительно. За 30 минут. Вместо Аркадия, который решил сам встать, пойти купить. Я ожидала, что любая достанка приедет. Честно, я ожидал о том, что Glovo реально... Я еще не договорила. ...оформит заказ, и это нормально. Что Glovo нормально оформит заказ, потому что у них даже вот в меню главное, типа, отдельная функция, типа, еда и вообще Макдональдс. Хрен с два. Да. Вот. Strauss приехал приблизительно за 35 минут. Единственное, о том, что новые стаканчики в Макдональдсе пропускают влагу, и у нас приехал вот такой вот... Влажный пакет. Влажный пакет, из которого все ввелось, и до сих пор он ввелся еще. По поводу iFood. Почти час. Это прям долго. Холодная картошка. Да, на Макдональдс. Очень. Тем более, есть вот эта вот штука о том, что картошку, когда готовишь, она может приезжать максимум 7 или 12 минут, и она непригодна для еды. До свидания. Вот. Она невкусная или прям непригодна для еды? Непригодна для еды. Непригодна для еды. Токсины. Да. Токсины. Токсины. Токсины, это маленькие машинки с легалками и ны написано. Нет, токсины, это токсичные и ны. По поводу картошки, продолжим тему о том, что средняя картошка отличается на 20 граммов. А по цене? А по цене, конечно, разъеб. Разъеб, блядь. Нет, что взять телефон и посмотреть. Он у тебя идиот, блядь. У тебя все телефоны. Ты в курсе? Ну, я в приложении даже еще не показала, что у меня доставленная еда. Я вообще в гостях, как я так не еду. Таксинопой, у меня мой ордер, где? Вот он. Да, зачем здесь ордер? Здесь можно. Ну ладно, ладно. Арестовали по телефону, как это ордер. А что напишут вообще, блядь? Да дай ему телефон. Забирай. Ничего не пишут. Потому что мы материнсом. между прочим наконец-то написать начали писать смотри большая картошка free 150 средняя 110 и маленькая получается 80 у нас получилось 105 и 80 чем-то но цена разница в цене 9 леев я думаю за 9 леев можно купить килограмм картошки да спасибо всем тем кто смотрел спасибо тем кто коментил спасибо тем кто не отписался вы все герои кто смотрел это смотрел это до конца вы лучшие зайчики пупсики булочки просто сладенькие следующая пятница новый обзор на канале я слышала нет меня точно нет